Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привет, Кертис, меня зовут Аманда. Моя родина Шри-Ланка. Я приехала в эту страну 7 лет назад и весила 151 килограмм. Моим единственным другом была еда. Однажды я подумала, что же я делаю с собой. Я изменил свою жизнь и теперь мне хочется приготовить что-нибудь для мужа, который все это время был рядом и помогал мне худеть. Он единственный, кто меня не бросил. Пожалуйста, Кертис, помоги мне приготовить что-нибудь вкусненькое. Но мне бы хотелось, чтобы еда была не калорийной и здоровой. А еще хочется сделать ему большой сюрприз. Она работает вот здесь. Сейчас выйдет на улицу. Давайте подождем ее здесь и спрячемся. Как только она выйдет, мы появимся из-за угла и сделаем ей сюрприз. Ждем. Вот она. Идет. Привет, Аманда. Ого. Как поживаешь? Привет. Я Кертис. Ты меня напугал. Так это ты сбросил 90 килограммов? Да. Ну, ты знаешь, выглядишь прекрасно. Спасибо. Мне тоже с трудом верится, что получилось. Хочется из себя ущипнуть. Неужели это я? А это и правда я. Как же у тебя получилось? Я работал 7 дней в неделю, в 2 смены. Ого. Я не знаю, что делал бы, если бы не муж. Он такой хороший, такой молодец. И ты решила приготовить ему вкусный обед? Мне кажется, ему понравится эта идея. Какие продукты он любит? Больше всего мяса. Понятно. И желательно острое, пряное. Итак, мы сегодня будем готовить не только вкусный, но и полезный обед. Да, полезный. Это очень важно. Постараемся. Мы будем делать его вместе. Отлично. А потом сделаем твоему мужу сюрприз. Спасибо. Ну, что скажешь? Кажется, ты рад так же, как и я. Тогда приступим. Это ты? В красном? Да. Ты в эту машину пару лет назад не поместилась бы. Да туда даже моя нога бы не влезла. А вот и рынок. Большой. Как раз то, что нужно. Отлично, заглянем. Нужно купить продуктов. Давай скорее, мне уже не терпится. Давай. Отлично тебе понравится. Ты сейчас питаешься в основном фруктами? Да, с тех пор, как сижу на диете, я питаюсь в основном только фруктами. Вот очень вкусная вещь. Папайя. Да. Нравится, как пахнет? Да, и хочется съесть, правда? Да. Мне вообще повезло с носом. Он у меня большой и чувствительный. Я очень хорошо чувствую все запахи, только понюхай. Как вкусно пахнет. Правда же здорово? Да. Можно приготовить салат из тропических фруктов. Мне нравится эта идея. Расскажешь мне о каких-нибудь особенностях национальной кухни в Шри-Ланке? Расскажу. Вот, например, чем отличается карри в Шри-Ланке от индийского карри? Более острый на вкус, во рту все горит. Да, интересно. Да, ты любишь острую пищу, очень острую, да? Ты вот не сможешь такую есть, правда? Да. Научи меня. Что выбираешь, свинину или говядину? Раньше любил свинину. Говядина может быть диетическим блюдом, если уметь выбрать кусок и приготовить его правильно. Да, поменьше жира. Ты говорил, что твой муж любит мясо, обожает. Тогда давай его порадуем. Мы ведь хотели сказать ему спасибо. Очень хочется. Отлично. В таком случае идем выбирать хорошую вырезку. Да, мы приготовим вкусное мясо со специями, сделаем его острым. Да. Будем жарить его, посыпав специями сверху. Мы не ставим готовить жирную подливку из карри, а приготовим легкое и вкусное блюдо. Хорошо. Хорошо. Наше блюдо будет в китайском стиле. Гарнир, китайская капуста, брокколи. Согласна? Да. Как ты думаешь, почему ты поправилась? Ты всегда была полненькой. Когда я приехала в эту страну, весила 90 килограмм. Представь, что ты приезжаешь туда, где нет ни семьи, ни друзей. Даже поговорить не с кем. Ничего не остается, только есть. Мы все едим, есть нам одиноко. И упускаем момент, когда еда начинает нас контролировать. А ты помнишь тот решающий момент, когда сказала себе, ну все, с меня хватит? Конечно, помню, я сидела перед телевизором. Я даже не могла подняться, полезься в квартиру, карабкалась на четвереньках. И подумала в тот момент, как я докатилась до такого, а как же мой бедный муж. В тот момент я поняла, какая же я эгоистка. Весила 151 килограмм. И это чудо, что мне удалось так похудеть. Я каждый день благодарю за это Бога. Ты большой молодец, я тобой горжусь. Спасибо, давай посмотрим, что здесь. Ух ты, какая рыба! Красавец, да. Любишь рыбу, да? А твой муж, да, и креветки, и кальмаров. Тогда будем готовить очень вкусных кальмаров, а еще мы сделаем суп на курином бульоне, хорошо? Он получится легкий, нежирный. Да, будет вкусно. Спасибо, хорошего вам дня. Спасибо, не за что. Увидимся еще. Итак, сегодня мы готовим азиатский куриный суп и с морепродуктами. В качестве основного блюда мы пожарим кусок говядины, обваляв его в предварительно в острых пряностях с острова Шри-Ланка. А на сладкое мы приготовим фруктовое мороженое. Думаю, мы купили все, что необходимо для приготовления обеда. Да, тогда пошли готовить сюрприз твоему мужу. Пошли. А начнем мы, пожалуй, с аперитива. Отлично. Так, за работу у нас много дел. Сначала приготовим суп. Хорошо, дождь, дождь. Надо позвонить мужу. Где он? На работе? Да. Привет, Хью. Привет, Хью. Как дела? Ты занят? Сможешь заехать домой через пару часов? Да, отлично. Очень хорошо. До встречи. Хорошо, спасибо большое. До встречи, хорошо? Молодец, хитрый. Значит, он приедет через два часа. Да, начнем суп. А ты готова? Да. Не терпится начать? Тогда бери нож, есть, и морковку. Ее нужно порезать на тонкие кусочки, это много времени не займет. Ничего страшного, если кусочки будут разной формы. Да, все равно мы все съедим. Точно. А теперь надо опустить курицу в бульон. Здесь у нас целая кастрюля куриного бульона. Как только он разогреется, берем куриную грудку и опускаем все в бульон. Полностью? Да, вот так. Прекрасно. Пусть он там потомится немного. Держим минут пять или шесть. А теперь берем мини-кукурузу. Режем початки вдоль. У нас получаются длинные кусочки. Расскажи о самом большом поражении за время диеты. На что тебя тянуло? На мороженое и шоколад ела тоннами. Я тоже жить не могу без этого. Поправляешься мигом. Вот и я так же. Я могла за один присед съесть большую упаковку. Легко и без усилий. Правда? Да, вот даешь. И шоколад тоже, всю плитку. Сколько ты сбросила? 90 килограммов. Я вешу 95. Так, то есть я сбросила почти целого тебя. Да, как сильно я похудела. Молодец, да. Поразительно. Ты, наверное, оглядываешься назад и поражаешься тому, как тебе это удалось. Конечно, каждый день. Умница, сейчас мы будем резать лук. Кусочки должны быть тоненькими. Теперь нож назад. И пальцы тоже. Молодец, я шучу. Я поняла, у тебя получается. Спасибо. Вижу, ты знаешь, как обращаться с ножом. Ну да. Посмотрим, что там творится с нашим супом. Кажется, он скоро будет готов. Да, берем курицу. Весь свой аромат куриный бульон получает из грудки, поэтому мы опустили ее в бульон. Вкус снятина. Теперь разрежем на кусочки, а в бульон кладем все наши твердые овощи. Вот так. Белые овощи готовятся дольше, поэтому мы закладываем их первыми. Зеленые овощи готовятся гораздо быстрее. Да. Загружаем, кладем морковку. Хорошо. Теперь кукурузу. Ставим на тихий огонь и доводим овощи до готовности. На это уйдет 15-20 минут. А как у тебя получается вновь не набирать вес? Ведь ты его с таким трудом сбросила. На самом деле, мне не стоит большого труда держать себя в форме. Я всегда напоминаю себе, какой была раньше. Раньше я была такой картофелиной, неповоротливой, а теперь превратилась в энергетик, могу скакать весь день, как заяц. А как ты себя об этом напоминаешь? У меня сохранилась рубашка, которую я всегда ношу с собой в сумке. Я всегда помню о том, какая я была. Ты носила ее в то время? Да. А можно посмотреть? Конечно, пойдем. Она у тебя есть, да, в машине? Это невероятно. Хороший стимул, наверное, никогда не забудешь. Да, она вот здесь. Не терпится увидеть. Неужели раньше ты такое носила? Да, это моя огромная рубашка. В ней ткани, наверное, метра на четыре. Ты только посмотри на это. Кошмар. Видишь, какая огромная. Неужели твоя? Да, размер 3Х. 3Х. Да, хочешь надену? Покажу тебе, чтобы ты ужаснулся. Да, теперь я понимаю, почему ты хочешь отпраздновать такое событие. А теперь я ношу размер S. Иногда и меньше подбираю. Только посмотри на это. Сюда еще один человек влезет. Это точно. Повар на дому. Конец первой части. Мы пришли в гости к команде Уайт. Вместе с ней мы готовим вкусный обед для ее мужа Хью, который не оставил ее и помог сбросить 90 килограммов лишнего веса. Суп скоро будет готов. Да, у нас еще осталась куриная грудка. Да, бери нож и нарезай вот такими кусочками. Видишь, из нее выходит весь сок, но мы все вернем обратно в кастрюлю. Очень вкусно. Ставим обратно на плиту. Приступаем к супу из морепродуктов. Значит, нужно вымыть разделочную доску. Сделаешь? Да. Теперь бери кальмаров. Нужно будет открыть тушку ножом. Вот так. Когда закончишь, бери нож поострее, но не разрезай до конца. Только чуть-чуть касайся ножом кожи. Ясно? И тогда у нас получится очень красивый изгиб. Понятно. А, готово. Но до конца не нужно разрезать. Слегка, аккуратно. Пройди ножом по тушке кальмара. Таких надрезов можешь сделать сколько хочешь. Видишь, как он сразу меняет форму? Мне нравится. Красивый цвет. Это все потому, что мы сделали эти надрезы. Ясно. Получаются вот такие завитки. Да, вижу. У кальмаров очень нежное мясо. Суп готов. Поставим кастрюлю вот сюда. Накроем крышкой. Можно готовить основное блюдо. Давай. Это не займет у нас слишком много времени. Рада это слышать. Готово? Да. Хорошо. Приступаем. Мы будем жарить мясо. Как и собирались. Это блюдо низкокалорийное. Хорошо. Теперь берем брокколи. Хорошо. Значит, ты хотела сделать острое блюдо, поэтому приготовь побольше специй. Да. Берем китайскую брокколи, да. Берем зеленый лук, имбирь, чеснок, лук, шаллот. Но сначала говядина. Сначала надо приготовить мясо, срезать весь жир и сухожилие. Готовим вкусное и полезное для здоровья блюдо. Нужно под сухожилие подсовывать кончик ножа. И вот так приподнимаем, как только удалены весь жир и сухожилие, наш большой и вкусный кусок говядины готов. Видишь? Надо опустить специи. Итак, это набор из пяти китайских специй. Сделаем говедь, но поострее. Может быть, добавим побольше карри? Да, пожалуй. Давай его сюда. Как здорово. Будет все, как ты захочешь. Ох, вот это запах. У тебя острый нюх. Чуть добавим порошка, раз хозяйка любит острое. Да, очень люблю. Аккуратней. Чем больше, тем лучше. Ну, смотри, если что, тебе отвечает. Немного соли. Я всегда считал, что лучший способ сделать блюдо легким и вкусным – добавить специи. Если блюдо яркое на вкус, то и жир не нужен. Итак, хватает полноты ощущений. Немного виноградного масла, но можно использовать любое другое. Польем его маслом, натрем со всех сторон. Не будем прожаривать мясо до конца. Хорошо. Вместо того, чтобы лить масло на сковородку, мы натираем им кусок мяса. Теперь берем разогретую сковородку. Она должна быть очень горячей. Опускаем мясо. Слушаем, как громко оно шипит. Смотри, не нужно переворачивать, пока шипение не закончилось. Ждем, пока в каре появится вот такой красивый цвет. Просушим кусок с обеих сторон и снова на огонь. Надеюсь, твой муж любит говядину больше всего на свете. Да. Тогда он будет счастлив, когда вернется домой и увидит этот огромный шмат мяса. Очень острое получилось, не находишь, извини, ты сама туда специи насыпала. Да, моя вина. Видишь, с обеих сторон наш кусок одинакового цвета, как раз то, что нужно. И как только мясо готово, отправляем его в духовку. Здорово. Ну все. Очень много перца. Отлично. Так что у нас дальше. Пока говядина в духовке, подготовим овощи. У нас есть лук-шалот. Берем луковицу, отрезаем хвостики с обеих сторон, нарезаем. Может, ты сама хочешь порезать? Да, почему бы и нет. Складываем все сюда. Так, это наше мясо запищало. Оно готовилось 10 минут. Посмотрим, что у нас получилось. Ставим вот сюда. Теперь нужно сделать следующее. Сжать этот кусочек с обеих сторон. А он не горячий, попробуй сама. Хватай, не бойся, не такой уж горячий. Чувствуешь, какое мягкое? Это значит, что оно пока еще с кровью. Поэтому отправляем мясо обратно еще на пару минут. Духовка у нас сильно разогрета. Хорошо, мы пока успеваем. Как вкусно. Эти овощи будут гарниром к нашему мясу. Здесь брокколи, зеленый лук. Вам очень понравится. Муж возвращается. Он скоро будет здесь. Идет. Он поднимается. Так, быстрее, ребята, торопитесь. Сюрприз! Сюрприз! Она рассказала, как вы ее поддерживали, и что все время были рядом с ней. Ей захотелось сделать вам сюрприз и приготовить вкусный обед. Поэтому проходите скорее и мойте руки. Ну что же вы, поцелуйте ее, а я пока принесу вина. Они сидят в гостиной, пьют вино. Мне кажется, это то, что им нужно сейчас. Я же подам сейчас им суп. Итак, наливаю в тарелки. Как вкусно пахнет. Итак, наш пир начинается. Ваше первое блюдо, друзья. Спасибо! Спасибо! Какая красота! Аманда все сама сегодня приготовила. Она отлично умеет управляться с ножом. Все, что вы сегодня попробуете, как-нибудь попросите приготовить еще раз. Все не только очень полезно, но и очень вкусно. Приятного аппетита! Спасибо! Спасибо вам! Спасибо, Кертис! И тебе тоже! Ну что, Кертис лучше всех? Конечно! Как? Тебе нравится? Очень вкусно! Обед начался с легкого азиатского супа с курицей и кальмарами. Аманда и Хью почти доели суп. И сейчас я брошу на раскаленную сковородку овощей китайскую брокколи, зеленый лук и добавлю азиатских пряных соусов. Для начала добавим немного лука шалота, затем чеснока, имбирь и немного зелени. Теперь масло, затем хорошую горсть лука. Слышишься, как он сразу зашипел? Чуть тесный звук. Как только бросили лук, добавляете чеснок и имбирь. Вот так. Какие богатые и насыщенные запахи. Перемешаем чуть-чуть и снова ставим на огонь. Берем капусту, кладем на сковородку. Может добавить еще и зеленого лука. Смотрите, чтобы не подгорел. Для этого добавим немного воды. Теперь нам нужно добавить китайского рисового вина. Вот этого. Добавляем еще немного специй, сои. Хорошенько перемешиваем. Оставляем на медленном огне потушиться, чтобы вышел весь сок из овощей и пошли пузыри. Вот теперь можно подавать на стол. Это блюдо состоит из двух компонентов. Во-первых, это зелень, закипевшая в собственном соку. И чудесное филе, сочное. Надеюсь, мне удалось довести его до полуготовности. Разрежем и посмотрим, получилось у нас или нет. Какая красота! Мягкая и розовая серединка. На дне сковородки, в которой мы жарили брокколи, остался чудесный и очень вкусный сок. Сейчас принесу. Прелесть. Берем немного кунжута, посыпаем сверху, так цвет блюда станет богаче и появится ореховый вкус. Знаю, что вы уже почувствовали запах второго блюда. Да, пахнет очень соблазнительно. Насколько я знаю, говядина – ваше любимое мясо. Я приготовил его с брукколи. Это очень просто. Ешьте, пока не остыло. Спасибо, как вкусно пахнет. И как вкусно. Чувствуешь, какое острое? Мясо очень вкусное получилось, очень нежное и мягкое. Да, красота просто. В качестве основного блюда я подал филе говядины со специями из Шри-Ланки и жареной китайской брокколи. Итак, два первых блюда прошли на ура. Посмотрим, как им понравится третье блюдо. Я приготовлю самый простой салат из тропических фруктов. Я нарезал манго, ананаса и папайя, а также немного лайма. Добавим немного кожуры в наш салат, хорошенько перемешаем, посмотрим, что у нас получилось. Как насчет фруктового мороженого. И еще раз кожурой сверху. Вот так. Очень просто, очень полезно. А самое главное, необыкновенно вкусно. Ну-ка, попробуйте. Какая красота. Очень полезное и простое блюдо. Практически ничего не нужно делать, просто зрелые тропические фрукты. На десерт я подал фруктовое мороженое с манго, папайей, ананасом и лимоном. Наслаждайтесь десертом, а мне пора. Мне было приятно с вами познакомиться. Я уверен, что вашему примеру последуют миллионы людей. Вы умница. Спасибо, Кёрти. Все было очень вкусно, красота. На здоровье. Наслаждайтесь вашим обедом и друг другом. Спасибо. Увидимся еще. Пока. Какая же красота. Я такой вкуснятий, ни ка не ел. Мой муж сильно удивился. Одно его выражение лица чего стоило. И знаете, что я думаю? Он заслужил такой подарок. Я горжусь своей женой. Это и правда удивительная история. Она сбросила 90 килограммов, а это для любого человека очень большой вес. А если кому-то удалось, значит, удастся и всем остальным, при большом желании. Мне кажется, я всегда буду помнить о том, что, возможно, смогла помочь кому-то подтолкнуть к решению проблемы. Надо просто верить в тебя и делать то, что тебе больше всего на свете хочется. И это действительно может изменить твою жизнь. 永遠.